13.06 в Кирове. В эфире программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня будет высказывать исполнительный директор финансовой компании «Ажа Финанс», финансовый консультант Константин Кропенев. Константин, добрый день. Добрый день. Ну, естественно, начинаем с курса валют. Всех интересует, что будет с долларом, что будет с евро и что будет с рублем. Раз финансовый консультант у нас в гостях, то первый вопрос будет как раз о валютах. Я смотрю сейчас на курс доллара 66,04 по отношению к рублю и смотрю на прогнозы, это нынешний курс официальный, и смотрю на прогнозы, которые дают различные эксперты по поводу того, что будет с этим самым долларом. Ну, надо сказать, что в сентябре месяце наблюдалось падение на 0,06%. Нужно также сказать, что прогнозируют, что курс доллара все-таки будет корректироваться к снижению в течение остатка этого года, а в феврале месяце снова будет расти и достигнет 75-76 рублей. Насколько ты согласен с такими прогнозами, и на что стоит ориентироваться потребителю, который имеет на руках либо доллары, либо рубли и собирается каким-то образом менять валюту? Да, вопрос действительно традиционный, и я, в принципе, здесь тоже придерживаюсь такого как бы базового сценария и считаю, что в ближайшие несколько месяцев рубль будет укрепляться. Я думаю, что здесь вполне имеет жизнь такая формула 50 на 60, условно говоря, если нефть будет стоить 50 долларов, то рубль будет, ну, доллар будет стремиться к цене в 60 рублей за доллар. Если нефть будет дорожать к 60 долларам, то есть мы будем искать точку равновесия рубля где-то на уровне 50 рублей за доллар. Но тут надо, так скажем, помнить один очень важный момент, что все эти прогнозы по большому счету значат не так уж много. Но это чисто технический вариант. Да, чисто технический вариант, что при текущей ситуации, при том же наборе каких-то экономических факторов, то есть мы, по крайней мере, все ждут некого укрепления рубля. Но тут не надо забывать, что все же экономика России очень маленькая, то есть сейчас составляет она меньше 2% от мирового ВВП, и основную роль, так скажем, будет влиять какие-то такие серьезные макроэкономические факторы, которые будут происходить в мире. Давай поясним все-таки слушателям, что такое макроэкономические факторы и какие конкретные факторы нас имеют. Ну, тут есть два основных фактора. Это, в первую очередь, это возможное решение ФРС. Федеральная резервная система США, это та система, которая печатает, собственно говоря, доллар. Да, получается так, что последние 10 лет ФРС путем, так скажем, определенных финансовых операций снижала процентные ставки. Каких? Просто печатали доллары? Ну, не совсем так, но фактически процентные кредитные ставки в Штатах, они с 2008 года упали с 5% практически до нулевой ставки. И эту ставку удерживают? И эту ставку пока удерживают. Для того, чтобы развивалась экономика. Да, все правильно, чтобы развивалась экономика в США. То есть последние показатели по американской экономике, они говорят, что безработица находится на приемлемо низком уровне. Начался рост ВВП и, соответственно, ФРС будет менять свою политику и поднимать ставки. То есть все там устаканилось, экономика США очнулась, мало того, начала действительно развиваться. И теперь необходимо, вернее, решает, поднимать или не поднимать ставку. И когда это решение озвучено будет? Ну, ближайшее было совсем недавно, неделю назад. Никаких заявлений пока не было принято. Сказали, что ждите, ожидайте, ставка будет, скорее всего, в ближайшее время поднята. Когда это будет в октябре, в декабре, сказать сложно. Но повышение ставки кредитования в США, она изменит ситуацию на всех финансовых рынках. Во всем мире. Да, во всем мире. И как говорят, ну, какие-то технические финансовые модели, что повышение ставки, процентной ставки в США, оно приведет, а это первое, к удорожанию доллара по отношению к другим мировым валютам. Ко всем. Ко всем. Доллар будет расти. То есть, доллар будет расти по отношению ко всем мировым валютам другим. И второе, это к удешевлению сырья. То есть, что золото, что нефть. А нефть будет дешеветь. Да, то есть, нефть будет дешеветь. А это, так скажем, два довольно-таки серьезных фактора, которые могут повлиять на российский рубль и, в принципе, может вызвать дальнейший обвал российского рубля. Ну, то есть, тут даже не политические какие-то моменты, а чисто финансовые инструменты. Достаточно ФРС решить, что ставку повышают, и все, рубль покатился. Да, ну, и, соответственно, надо еще не забывать и про Китай. Ситуация экономическая там тоже в последнее время вызывает довольно много вопросов у экспертов. И если есть ситуация, то есть, подтвердится, что в Китае тоже происходят какие-то этапы стагнации экономики, то есть, это тоже даст серьезный, нанесет урон по сырью. То есть, они меньше будут потреблять. Они будут меньше потреблять, в том числе, как бы, металла, угля, электроэнергии, газа, нефти. То есть, это, соответственно, тоже принесет ощутимый ущерб нашей российской экономике. И ударит по карману потребителя российского. В конечном счете, да. Ударит. Вот у нас на прошлой неделе здесь в гостях был Дмитрий Потапенко. Не знаю, посещал ли ты его выступление. Это управляющий партнер компании Management Development Group Incorporated. Был? Нет, на семинаре. Нет, к сожалению. Ну, очень известный спикер. И Олег Прохоренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости», в эфире нашей радиостанции такой вопрос озвучил от слушателя. Ведут ли валютный контроль внутри страны, к чему это может привести? Но это значит, насколько я понимаю, валютный контроль, это значит, что государство решает, что ограничивает хождение доллара, например, в России. Да? Вот просто решает. И люди, у которых на руках доллары, не смогут его продать. Это я так себе представляла. На что Дмитрий Потапенко сказал, что возможно и такое, шансы на ограничения крайне высоки. Как ты считаешь, возможно ли вот тот самый валютный контроль или, попросту говоря, запрещение хождения иностранных валют внутри России? Ну, граждане нашей стране хотят не только хлеба, но и зрелищ. А Потапенко в последнее время превратился в некого шоумена. То есть, а это все же прерогатива шоуменов делать какие-то такие громкие заявления, которые бы шокировали серьезные народные массы. Я не исключаю, конечно, такой возможности, что ведут какие-то серьезные ограничения нахождения валюты в России. У нас в стране, к сожалению, практически все возможно, но вероятность это абсолютно минимальна. Если уже тут так следовать высказывания Потапенко, то тут можно провести дальнейшую какую-то логическую цепочку. То есть, если ведут у нас ограничения нахождение доллара, евро, каким-то образом заморозят валютные вклады, то, соответственно, вся финансовая система, она просто-напросто лопнет со всеми денежными средствами граждан и промышленных предприятий, которые находятся на расчетных счетах в банках. То есть, это может привести просто-напросто к костюморке всей нашей экономики. То есть, к коллапсу. То есть, денег не будет правительству, придется включать печатный штанок, выключать интернет. Ну, то есть, если вам нравятся такие сценарии, то вы можете продолжить эту историю сами. Но тут я бы хотел сказать, тут важнее это может становиться на том факторе, что государству надо каким-то образом бороться с выводом капитала за рубеж. Совсем недавно была информация, что посчитали, что за последние 10 лет из России было вывезено порядка 1,4 триллиона долларов. То есть, не миллиарда, а триллиона. То есть, мы заняли первое место в мире по вывозу капитала за 10 лет. То есть, вы представьте, какие-то огромные суммы. То есть, были какие-то периоды, там, на периоде, там, 2011-2012 года, когда из России вывозилось порядка 10% ВВП. Ну, то есть, это огромная сумма. То есть, вот с этим процессом надо бороться. И, к сожалению, действительно, какие-то меры предпринимаются. Там, создана служба по финансовому надзору, которая, так скажем, отслеживает все подозрительные операции. Но, как показывает практика, что вот совсем недавно был случай с Дойче Банком, когда американские спецслужбы вычислили, что через российское представительство, через московский филиал Дойче Банка, ну, через подозрительные схемы вывозились деньги под, так скажем, а не ЦБ, не финмониторинг, то есть, это просто-напросто не видимо у них. Потому что они не декларируются, есть какие-то схемы? Ну, есть определенные схемы, которые позволяли вывозить капиталы. То есть, вычислили, условно говоря, американцы. И самое главное, получилось так, что главного представительства Дойче Банка просто заявило, что они тоже не могут контролировать то, что происходит на территории России. И чтобы бороться с такими операциями, они просто-напросто, ну, не то, что закрыли офис, они расформировали это подразделение в Москве. То есть, это их была инициатива, а не инициатива ЦБ? Это была их инициатива, что они сказали, что они не могут контролировать сотрудников по ряду причин, которые работают в московском представительстве. Они решили, что они правильнее будут. Просто данных сотрудников уволить, как бы, а вот подразделение, которое занималось этими операциями, расформировалось. При этом я подозреваю, что Дойче Банк здесь заботился не о своей репутации на территории России, а, скорее всего, о репутации за ее пределами. Ну, да, естественно. И как отреагировал на этот наш Центробанк и наши, в общем, службы, которые должны такие вещи, в первую очередь, должны быть заинтересованы, чтобы отслеживать? Ну, тут вопрос, наверное, к Центробанку. Опять же, могу сказать из практики, что действительно Центробанк за последние несколько лет очень сильно увеличил свой контроль над такими-то такими сомнительными операциями. Ну, Центробанк не только над сомнительными операциями по выводу капитала увеличил свой контроль, но продолжает гнуть линию по зачистке, так сказать, банков не в первую очередь, хотя и в первую очередь тоже громкие заявления были. Вот вчера еще два банка лишились лицензии. Центробанк Российской Федерации дозвал лицензии на осуществление банковских операций у Барнаульского Зернобанка и Московского Анталбанка. У нас эти банки не представлены, сразу скажем, да, нашим слушателям, насколько я знаю. Я могу ошибаться, но, по-моему, вот есть в Кире Аймани банк, по-моему, они работают через Алтайбанк, то есть, ну, то есть, это нужно проверять. Вот, надо посмотреть, да, но я вот не нашла. Но тенденция, понятно, давно заметная и видна, в России с начала 2015 года были отозваны лицензии более чем у 100 банков. При этом в июле нынешнего года ЦБ отозвал лицензию банковской группы предпринимателей Анатолия Мотылева с общим объемом активов более 70 миллиардов рублей. И это в августе лицензии лишился еще один банк из первой сотни, Про-бизнес-банк, к чему все это ведет, к чему ведет Центробанк, каких результатов добивается и как это скажется на банковской сфере Российской Федерации и на потребителе. Потому что были же вот эти версии различные, что в конце концов у нас в стране останется несколько банков с государственным участием, типа ВТБ, Сбербанк и там что еще, Ростельхозбанк может быть, и полный контроль будет в руках у государственных структур. И таким образом, собственно, никакого рынка конкуренции. С одной стороны, да, конкуренция ограничивается, но с другой стороны, я считаю, что ЦБ делает все правильно, потому что слишком много бардака творится в банковской системе. То есть это мы видим как раз на примере тех банков, у которых отзывают лицензии, и в конечном итоге оказывается, что там практически в каждом банке, у которого тоже на лицензии, тут и активы, то есть разворованные средства вкладчиков, и очень активная, так скажем, работа этих банков именно как раз с каким-то стеневым, не капиталом, а связано с выводом активов за рубеж. То есть и ЦБ просто на самом деле ничего другого не остается, как приводить всю банковскую систему в порядок. И я действительно думаю, что в ближайшие там какого-то несколько лет количество банков будет и дальше уменьшаться, и останется буквально там несколько десятков банков, у которых будет понятный, нормальный, контролируемый бизнес. И, во-первых, ЦБ будет проще контролировать эти банки, ну и, соответственно, вкладчиком будет спокойнее держать средства в данных банках. Это все хорошо, но, однако, ЦБ, я не знаю, то ли никак не учитывает, то ли нет другого выхода, когда отзывают лицензии у банков, никаким образом не нивелируются мгновенные последствия, сиюминутные, которые происходят. Потому что некоторые предприятия, там местные, да, как это было в Костроме с одним из мебельных комбинатов, они обслуживали всех своих клиентов, выдавали зарплаты в Костромской области, тогда через этот конкретный банк, бац, отзывают лицензию, хоп, и все эти люди остаются без выплат, без зарплат, не могут никак оттуда изъять, потому что есть некий срок по выплате долгов, и это сложности большие. Что нельзя избежать таких вот ситуаций? Но, к сожалению, это, как это происходит? То есть, единственное, это риски бизнеса, и бизнес должен понимать и осознавать, в каких банках хранить деньги. И, к сожалению, таких вот, ну, по крайней мере, я считаю, не больше 10 банков в России, в которых бы я открыл, там, расчетный счет для своей организации. Например? Ну, в принципе, эти списки, они опубликованы. То есть, есть, там, мы смогли, там, 10 системообразующих банков, которые Центробанк будет, ну, в любом случае, там, поддерживать, либо спасать, в случае каких-то, так скажем, серьезных финансовых неурядиц. Угу. Ну, то есть, все правильно. Линию Центробанка в этом отношении, в зачистке... Посмотрите, что там, там, на самом деле, творится. То есть, получается, что Центробанк из фонда АРБ выдал порядка 100 миллиардов долларов, то есть, на вот... А фонда АРБ, это? Фонд страхования вкладов. То есть, он выдал порядка 100 миллиардов долларов, из них мог обратно вернуть только 1 миллиард долларов. То есть, 99 миллиардов опять ушли, ну, не то, что никуда, то есть, это были закрыты дыры, ну, то есть, вот, выплаченные деньги были вкладчикам, то есть, закрыты дыры, то есть, а эти деньги из банков были просто-напросто украли. Что хочу еще попросить тебя прокомментировать. Напоминаю, что это особое мнение инвестиционного консультанта, исполнительного директора компании АЖФинанса, Константина Кропонева, это, естественно, ситуация на рынке недвижимости. Раз уж мы говорим о всем, что касается финансов, вкладов и, там, какого-то диверсификации своих вложений, то по недвижимости тоже нужно поговорить. Цены падают на первичку и на вторичку. На рынке недвижимости в августе в Кировской области наблюдалось снижение цен. Это я сейчас по данным Роснета цитирую. Оно коснулось как вторичных, так и новостроек. На вторичном рынке квадратный метр в среднем 52-2 тысячи, ну, чуть меньше, здесь понижение незначительное, меньше процента, а новостройки потеряли в цене сразу 2,5%. Это данный агентств. Следишь ли ты за ценами сам? Ну, я надеюсь, что ты следишь все-таки. Это ведь и твоя сфера. И вопрос, что будет с ценами дальше? От чего будет зависеть это самое движение цены? Начнут ли они падать и расти? И отличается ли ситуация на рынке недвижимости в Кирове, в Кировской области, от других регионов? Ну, здесь хотелось бы сказать, что вот те, ту информацию, которую предоставляет данное агентство, мне кажется, не совсем корректно, то есть делить сейчас недвижимость на первичку и вторичку. Как? Почему? Всегда так было? Было всегда, но сейчас рынки меняются, то есть, мне кажется, тут сейчас важнее уже какие-то более-таки серьезные подклассы делать. Центр, окраина, бизнес-класс, там, эконом-жилье. То есть это вот, а первичка, вторичка, это, мне кажется, не может быть. Есть, естественно, и такая классификация, но привычнее слуху потребительскому, это первичное и вторичное жилье. По вторичке я могу сказать тут что. Почему цены на вторичку падают медленнее? Получается так, что довольно большое количество граждан, так либо иначе, она инвестировала свои денежные средства, ну, в жилье, которые они пытаются продать. И многие пытаются продать в течение уже несколько лет безрезультатно. То есть, ну, с другой... Это вот началось все после кризиса восьмого года или позже гораздо? Нет, это началось буквально последний, там, год-полтора. Год-полтора. Год-год-полтора. А это большой срок, когда стоять квартиру подать Да, то есть это большой срок. Что-то действительно, то есть какие-то более-менее приличные квартиры были разобраны в прошлом году, когда начался рост курса доллара. Но очень большое количество жилья стоит на продажу уже несколько лет. Но с другой стороны, люди просто психологически не готовы снижать цены. На вторичку. На вторичку. То есть у них стоит квартира, они считают, что она стоит, ну, стоит 2 миллиона рублей. Но они в конце концов деньги немало вложили, скорее всего. Но они и в деньги немало вложили. С другой стороны, они не хотят продавать, потому что, во-первых, они не знают, а, что потом с этой суммой делать, куда ее инвестировать дальше, б, им как-то все же, ну, не знаю, психологически тяжело снижаться по цене, тем более, если их по деньгам не прижимает. По новостройкам ситуация обратная. Там все же постоянно идет ввод нового жилья, строительной компании. Вышли на серьезное, за последние несколько лет, несколько лет серьезно увеличили темпы строительства. То есть они вводят новые объекты, они ждать не могут, им эти объекты нужно продавать. Соответственно, они активнее, ну, охотнее, так скажем, идут на снижение каких-то, так скажем, цен, потому что спрос на жилье сейчас, ну, действительно, как бы упал. То есть он, с одной стороны, все же присутствует, то есть, ну, в том числе, как за счет приезжих, там, с севера, в том числе, за счет тех граждан, которые в свое время удачно купили дешево доллары, сейчас хотят перевести свои накопления в недвижку. Спрос определенный присутствует, но... Выгоднее сейчас покупать первичное жилье на первичном рынке? Да, то есть, ну, надо... Для инвесторов, например. Я считаю, что с инвестиционной точки зрения сейчас жилье вообще инвестиционно не привлекательнее. Не покупать. Ну, понимаете, тут... Каждый решает, конечно, сам. Нет, каждый решает сам. Проблема в том, что гражданам понятней, когда они покупают квартиры, то есть они купили квартиру, то есть они понимают, что у них есть какой-то некий актив и в случае какого-то там катаклизма очередного, то есть она будет стоить каких-то денег. Откуда же вы тогда, что с инвестиционной точки зрения недвижимость сейчас не такая привлекательная? Ну, тут опять же идет некая подмена таких сознаний. По большому счету покупка квартир не является инвестицией. Если вы покупаете квартиру для себя для жилья, то это по большому счету прямые ваши затраты, то есть это ваши расходы. Если вы покупаете квартиры для перепродажи, это спекуляция. То есть вы купили, условно говоря, за 2 миллиона. Хорошо, это все термин. В надежде на 2,5 миллиона. Хорошо, но то есть для спекулянтов тоже не самое выгодное время. Не самое выгодное время тут, потому что есть несколько определенных факторов. Во-первых, наиболее было выгодно покупать квартиры на этапе котлована, то есть и потом, так скажем, при моменте сдачи дома, естественно, квартира как бы дорожала. То сейчас вкладываться на ранних этапах строительства очень рискованно, потому что спрос на жилье упал и в принципе в строительной отрасли могут быть серьезные перемены и могут опять появиться новые дома-призраки, недострои, недострои, долгострои, недострои. Опять, возможно, мы увидим разорение каких-то строительных компаний. Поэтому к покупке квартиры именно на начальных этапах строительства надо подходить очень осторожно. Все-таки по поводу прогноза движения цен на первичный и вторичный рынок. Я хотел бы эту мысль закончить. По первичному рынку тут действительно сейчас большую роль играет государство, которое, так скажем, позволяет через рефинансирование ипотечных кредитов, через субсидирование ипотечных кредитов несколько увеличивает спрос. То есть в последнее время, то есть в последние буквально несколько дней, ну не дней, может быть недель, ставки на ипотечные кредиты начали опять снижаться. И я буквально вчера видел рекламу, что уже одна из кировских компаний предлагает жилье в новостройках под 7% годовых. То есть это идет прямая поддержка строителей, как бы, и некое стимулирование потяжеспособного спроса. Но надо понимать, что как только вы купили квартиру на первичку, вам ее надо рано или поздно будет ее продавать. Соответственно, вот когда вы будете уже продавать купленную квартиру, так скажем, следующему жильцу, он уже не сможет получить ипотечный кредит на таких выгодных условиях. То есть получается, что сейчас, ну, то есть все равно граждан так либо иначе немножко, как бы, отодвигают... — Но это хорошая ситуация, потому что это своеобразная борьба против спекуляций. По сути, таким образом должна снижаться цена на жилье? Нет? Ну, снижаться... Нас интересует прогноз на ближайший, например... Я не думаю, что она будет сильно снижаться, сильно снижаться, потому что все равно работают какие-то некие инфляционные механизмы, так либо иначе все равно инфляция по 2015 году будет на уровне 12-14% годовых. Но опять же надо сказать, что вряд ли жилье будет дорожать большими тэпами, чем инфляция. То есть я думаю, что жилье будет, ну, находиться примерно вот на этом уровне. — Как реальная или как официальная инфляция? — Тут нет такого понимания реальная или официальная инфляция. Там по инфляции немножко в другом, как бы, проблемах, что просто для граждан с разным уровнем достатка инфляция считается совершенно... — Мне сейчас интересует, то есть вот зачем, как будет расти цена или как пад? Ну, сейчас у нас перерыв на две минуты на рекламу, после чего я хочу все-таки услышать этот самый прогноз в цифрах. Продолжается программа «Особое мнение». Микрофон у Светланы Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает инвестиционный консультант, исполнительный директор финансовой компании «Ажиофинанс» Константин Кропанев. Ну, вывод по ценам на недвижимость, что с ними будет? Они будут оставаться на прежнем уровне, а расти или падать? — Я думаю, что все же, скорее всего, цены в новостройках будут несколько снижаться, но незначительно. И, в принципе, сейчас действительно довольно такой удачный способ именно покупки жилья, но именно для себя. — Для себя. — Не для предприятия. — Ну, можно поискать что-то в центре, но найти хорошую, качественную квартиру в центре все же проблематично. То есть это надо полномерно, в течение какой-то длительного промежуткого времени искать, но можно найти очень интересные варианты с отделкой. — Правильно я понимаю, что цены не будут расти в ближайшее время на недвижимость? — Они нету, то есть нету спроса. — Нет припосылок. — Да. Сейчас, получается, на рынке у нас идет рынок покупателей. То есть покупателей мало, покупатели выбирают, покупатели торгуются. То есть есть такое понятие, как рынок покупателей. То есть не рынок продавца. — Это отдельная тема программы, мы там про термины, с терминами разберемся. То есть нет предпосылок, чтобы расслаться на недвижимость. — Да, потому что спрос очень сильно сжался. — Сейчас к другой теме мы перейдем. Х5 Retail Group в течение трех лет в Кирове собирается увеличить свое присутствие. В частности, в ближайшие годы, вот в эти три года компания собирается построить распределительный центр и запустить магазин «Перекресток». Это магазин более высокого уровня, чем те, которые у нас сейчас представлены эконом-класса «Пятерочка». И, на мой взгляд, такое ощущение, что… А, кстати говоря, распределительный центр будет работать еще и на Комином Мариэл. Меня интересует Кировская область, естественно. С открытием этого центра, с открытием «Перекрестков», я думаю, что не один магазин откроется раз эта сеть. Что произойдет в городе Кирове? Не схлопнет ли это как раз конкуренцию окончательно на рынке супермаркетов по продуктам питания? Сможет ли… Смогут ли оставшиеся наши сети, такие как, например, «Глобус» и «Красногорский», по-моему, еще есть, да, сеть осталась, смогут ли они перенести этот удар? Потому что, по ощущениям, это уже такой очень мощный… это такой гвоздь просто в конкуренцию на этом рынке в нашем городе и в области. Светлана, ну я бы хотел, наверное, начать все же с Коми. То есть Вы правильно сказали, что крупные торговые сети, что «Магнит», что «Пятерочка» собираются строить на территории Кирова. Ну, по крайней мере, заявлено, что собираются строить крупные логистические центры. А надо понимать, что Кировская область очень территориально, выгодно находится именно вот к северу, к республике Коми. И, в принципе, я думаю, Вы там бывали… Я что-то… Я прямо испугалась. Почему-то, когда мы заговорили об этом, ты резко перешел на «вы» со мной. Это что, такая серьезная тема? Мы с тобой полчаса говорили на «Т», теперь на «вы». Я прям сразу насторожилась, что-то здесь не чисто с этой темой, нет? Ну, суть в том, что очень много российских товаров, вятских именно товаропроизводителей, те, кто производит молоко, колбасу, майонез, кто производит какую-то мебель, они… Ну, наша крупнейшая пищевка. Да, крупнейшая пищевка. Крупнейшая пищевка, они отправляют продукты реально вагонами на север, в Кар, в Коми, то есть это очень интересный рынок и очень высокомаржинальный рынок. И если, так скажем, данные торговые сети смогут построить логистический центр, естественно, они пойдут через нас туда, на север. И то есть это очень сильно подвинет вятских товаропроизводителей именно на севере. А для них это, ну, будет реально большим ущербом. То есть… Для кого? Для нашей пищевки. В первую очередь для наших предприятий молочной, промышленной. Ага. Я потому что в другую сторону думала. То есть они строят логистический центр и будут через свой логистический центр на север отправлять продукты, которыми торгуют в своих магазинах. А мы пока что знаем, что процент продажи наших местных продуктов в этих сетях невелик. И таким образом с продвижением продукции в ту же Коми не наших производителей конкуренция возрастет и нашим будет сложно самостоятельно туда поставлять. Выход тогда один – это попадать нашим производителям в X5 Retail Group и наращивать нам свое присутствие. Ну, да. То есть это, в принципе, тоже естественный выход. Либо есть другой выход. То есть можно каким-то образом местным товаропроизводителям объединиться и построить какую-то свою розничную сеть. Ага. Где? На севере? В Киевсе, в Тывкаре. Кировчанам объединиться и построить там сеть? А почему бы и нет? Костя, они здесь не могут построить сеть? Они здесь требуют повышения, увеличения своего присутствия на полках тех же «пятерочек» и магнитов? Какая сеть? Я вначале спросила, вопрос задала, что с глобусом-то будет, например, при том, что там у нас перекресток откроется? Как-то это повлияет? Нет. Вы посмотрите, в принципе, глобус и «пятерочка» и магнит, они работают совершенно в разных нишах. Нишах. Ну, так придет ведь перекресток, а это ниша повыше, чем магнит. То есть, по карусели – это тот же перекресток. Это один магазин? Это один магазин. То есть, это одна того… А перекрестков может открыться несколько? Так может. То есть, это все равно делается не одномоментно, то есть, не одномоментно. И не так все просто там построить магазин, открыть его и привести, найти нормальный персонал. Я вот буквально вчера заходил в один из магазинов похожей вот такой розничной сети товаров у дома. То есть, выходящая женщина, ну, коротко характеризовала вот эти магазины – помойка. Но ходит же. То есть, ну, потому что там дешево. А если другого не будет? Извините. Глобус работает все же в сегменте, так скажем, среднего класса. То есть, и средний класс… И перекресток будет работать в этом сегменте? Ну, опять же… А вообще, вот мне интересно, это не нарушение какого-нибудь законодательства антимонопольного и так далее? Ну, это скорее вопрос к антимонопольному комитету, но там действительно есть какие-то нормы, то есть, нахождение… То есть, угроз ты не видишь здесь? Ну, по крайней мере, у Глобуса есть еще несколько лет, чтобы к этому… Подготовиться. По крайней мере, да, подготовиться, выстроить какую-то там такую бизнес-модель, которая позволяла бы ему выживать и конкурировать. Смогут ли они выжить и конкурировать? Ну, сказать сложно, потому что, если мы посмотрим на примере этой же магазина «Континент»… Ну, их было не так много. Ну, не так много, которые работали тоже в среднем и высшем, так скажем, сегменте, то есть, они эту конкуренцию не смогли выдержать. И вы знаете, что интересно? Я тут не устаю приводить пример Воронеж, с которой только что там вернулась, да? Там магазины среднего и высокого класса не закрылись. И там прекрасно продаются вяленые колбасы и все прочее. И я в центре города вообще не видела магазинов, вот тех сетей, которые мы назвали, они где-то ближе к окраинам, и так не выпячиваются. И сохранились магазины у дома в большом количестве, и даже ларьки. Я так понимаю, что это все равно какая-то политическая воля еще руководства региона самого. Ну, естественно, и не надо забывать, что у Глобуса все же очень серьезный административный ресурс, который все равно так либо иначе им поможет выживать. А то, что Светлана-то говорит, что просто там открыть какой-то большой супермаркет перекресток и туда все поедут покупать, ну, не факт. То есть, опять же говорю, это место, это кадры. То есть, этот же магазин «Карусель», который тоже пытается себя позиционировать в классе среднего класса. То есть, ну… Там беда с кадрами. Там система какая-то странная. Там беда и с кадрами. И покупать там все равно ассортимент там уступает тому, что есть, допустим, в этих же Глобусах. Ассортименту уступает и качество обслуживания уступает. А может быть надоест это уже вот это сражение бесконечное, если оно присутствует? Конечно, я тут так рассуждаю, может, его нет никакого сражения. И плюнут уже владельцы наших сетей и скажут, да, бог с ним, мы уже заработали все, что хотели. Это вопрос не ко мне, но… Я к тому, что бизнес по-прежнему высокомаржинальный? Я не думаю, что бизнес там супер высокомаржинальный, потому что, действительно, то есть сейчас конкуренция очень сильно ужесточилась, но все равно часть граждан… Кто-то гонится за дешевизмой, идет в такие магазины у дома, а часть граждан все же предпочитает магазины более высокого класса обслуживания. А ты бы какую хотел ситуацию наблюдать в нашем городе через три года? Какие магазины должны присутствовать? Ну, чтобы была конкуренция. То есть есть же какие-то федеральные марки, которые… Ну, если будет «Глобус», будет хорошо. Если не будет «Глобуса» и не будет других магазинов, которые работают в таком среднем и высоком сегменте, это будет плохо. У тебя, по сути, все равно, кто здесь присутствует? Местный или не местный? Лишь бы было разнообразие. Или все-таки у тебя и срабатывает какой-нибудь там патриотизм, и ты считаешь, что должны быть местные сети, тем более, что там наш производитель представлен прекрасно? Ну, если честно, то есть мне это не принципиально. То есть я хочу получить качественный продукт по адекватным ценам, а какая будет там висеть вывеска на этом магазине – это для меня не настолько принципиально. Ну, разве вот нет угрозы тогда? Ты начал с логистического центра, что с приходом… Чем больше представлены федеральные сети, и их центра, тем меньше шансов нашего производителя иметь полное представление на полках. Ну, во-первых, продвинутые вятские товаропроизводители, они все же попадают в сети, то есть они активно пытаются работать… Не каждый имеет возможность задать вопрос президенту, таким продвинутым. Согласен, но посмотрите, то есть и в метро там, и в других магазинах, то есть я в том числе общался тут совсем недавно с местными товаропроизводителями, они есть в сетях, в сетях магниты они есть и… И не чувствуют никакого напряжения, договариваются. Ну, нет, напряжение есть, то есть магнит просит большие объемы, то есть у них готов покупать больший объем продукции, но в то же время они чувствуют большую зависимость от федеральных сетей. То есть если, условно говоря, раньше там у какого-нибудь предприятия было, ну там, допустим, пять стратегических потребителей, то сейчас у него там два или там два стратегических потребителя. Соответственно, если эти стратегические потребители, с одной стороны, покупая больший объем продукции, в конечном счете… Ставят зависимость от себя. Ставят зависимость от себя, как бы, и диктуют свои условия. Ну, условно говоря, договорились с магнитом и пятерочкой, они говорят, окей, мы у вас даже больше будем покупать, чем вы продавали до этого. Ну, дайте нам больше скидки. Выдавите нам больше скидки, и мы будем диктовать вам свои условия. То есть нет диверсификации в отношении партнеров. Да, и, соответственно, получается у производителя меньше возможностей для… То есть производить-то производим больше, вроде больше продаем, но по цене ниже. Соответственно, прибыльность ниже бизнеса. Вот такая история у нас сейчас складывается на финансовых и прочих рынках. Я благодарю за консультацию исполнительного директора финансовой компании «Ажио Финанс» Константина Кроплева. У микрофона была Светлана Занько. До новых встреч! Продолжение следует... ...